Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон, и на этом канале мы пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Спасибо огромное, Кофе Тартуфи, за постоянную любовь и поддержку нашего сплетнического комьюнити. Ребята, переходите по первой ссылке в описании. На этой неделе 25% на абсолютно все. С промо-кодом SAIL25 переходите, закупайтесь гурме-продуктами и наслаждайтесь, действительно, такой гурманской вкуснотой, если не текут, напрямую из Италии. Представляете, мне пташка в директ моего инстаграма, кстати, вот мой инстаграм, директора для любой информации, пишите мне, вы всегда останетесь анонимными, а мы с огромным удовольствием это все обсудим. Пишите видео, то, что Айза выложила себя в инстаграме, я говорю, видео, значит, что там эта Виолетта с Курбаном творят? Очевидно же, хайпят. Ксю молодец, спрашивают у Айзи, и она выкладывает вот это вот в сториз у себя в инстаграме. Ксюха слишком долго, слишком пыталась сохранить семью, это самое важное понятие для нее, хотя там человеку нужен специалист. Здесь вопросик такой, да, специалист. Большие проблемы, к сожалению, детей жаль, я честно не понимаю, зачем меня просят комментировать эту ситуацию, но раз просите, то я знаю, конечно же, больше многих. Не ведитесь на фарс, провокацию, ложь и жалкую попытку заработать деньги на всем этом театре абсурда. Это все печально и стыдно, надеюсь, Ксю просто забудет все это и продолжит жить счастливо. И вот мне спрашивают, ты знаешь, про кого специалиста она здесь говорит? Я говорю, не знаю ничего, а мне говорят, а Курбан серьезно сидит. Я говорю, подожди, подожди, Ксюша, Бородина и Курбан сидят? Говорят, нет, сидит Курбан. Я говорю, ну о чем? А мне говорят, вот на этом самом. И сидит реально серьезно, вот по-серьезному мужик долбит. А я говорю, ну так значит, почему не обращается? А вы говорите, не обращается, не обращается. И когда, вы знаете, ситуация была с Бородиной и Аймаром Айрановым, ведь он же не раз ее изменял, изменял постоянно и регулярно с малолетками. Понимаете, я не могу понять вот эту вот ситуацию Курбана Аймарова, да? Ситуация в чем? Ты нашел себе серьезную тетку, мы здесь говорим про Бородину. Она тебе тащит, она паровоз, который добывает деньги. А у нее работает инста, у нее работает ее работа, у нее же работа есть, да? И она тебя, считай, обеспечивает. Не говорят, он из серьезной какой-то семьи, там у его семьи есть какие-то деньги. Да даже если у папки, у мамки есть деньги, сам человек, как сама вот единица человеческая, ничего из себя не представляет. И сидит он безработный. То жена, то мамка с папкой. Красота! Более того, мужик подсел серьезно. Когда мы говорили вот в нашем последнем видео, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть, когда я говорил, что, господи, да в Москве сидят все. Ребят, в Москве на этом сидят абсолютно все, вы понимаете? То есть в Москве сейчас, повторюсь, дурной вкус выпить стакан пива, зато дорогу сделать. Сам Бог велел, потому что, повторюсь же, лицо не опухает, выглядишь свежачком, да еще и вес теряешь. Так вот, Курбан серьезно сидит на этом вот самом. Вы знаете, что самое интересное? Добавляют мне вот такую интересную информацию. А ты знаешь, что вот эта вот Виолетта, то сейчас ситуация выглядит как? Сейчас я разложу все по палочку, вы прямо удивитесь. И вам станет невероятно печально думать о букете с кальмарами. Виолетта, та, с которой он сейчас крутит любовь, да, это бывшая девушка того мужика, с кем сейчас Ксюша Бородина. То есть здесь я расставил вот все точки над «и» в этой четверке. То есть Ксюша Бородина с мужиком, а Айран Кальмаров с бывшей девушкой мужика, с которой сейчас Ксюша. Все, здесь поняли все, да? И вот, значит, у них любовь, морковь, везде они ездят, везде они катаются. Мне ребята пишут из тусовки. Ты знаешь, ищут сейчас с неимоверными стараниями себе пиарщика. Я говорю, подожди, какого пиарщика? А он мне говорит, ты черт возьми, у них же вот эти вот фейковые отношения, это фейк, да? То есть они для мира сейчас, они пытаются показать, какая у них любовь. На самом деле это все договорное, все, что им нужно, это сейчас хайп. Вообще, вы понимаете, ребят, вот печальные реалии нашего с вами времени. Когда мужик не хочет работать, не хочет ничего производить абсолютно. Он блогер. Вы знаете, ребят, повторюсь, я как блогер, который пашет с утками. Не с утками, а с утками. Каждый день, даже в новогоднюю ночь. Я скажу, вот я считаю себя хорошим примером работоспособного блогера, который не продает ровным счетом ничего, кроме как производит, надеюсь, интересный контент. Для очень многих в их понятии, что такое блогерство, это просто назвать себя блогером, пилить пару фоток и сторис в инстаграме, это вроде твоя работа. Ребята, нет. Нет, блогерство, если ты хочешь, чтобы это стало твоей карьерой, это каждодневный труд. Ничуть не меньше, чем какой-нибудь библиотекарь или, я не знаю, когда ты работаешь на кассе, это рабочий труд. И у меня рабочий мой день 8-9 часов ежедневно, без выходных. Ну вот настолько я такой вот немножко улетевший. Вопрос не в этом. Сейчас пытаются сделать хайп, и они ищут правильного пиарщика, который он бы всю вот эту вот тему им обернул в правильную оболочку, и чтобы они смогли продать это все окружающим. Ребят, печальнее букета с кальмарами я не видел никогда. Знаете, я могу понять вот эту ситуацию, если ты гей. Да, 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 да. Если ты гей, тебе вроде как такое вот поведение простительно, когда ты натурал, а ведешь себя как... Они будут слово произносить. Это печально. У тебя же дети. У тебя же есть люди, которые тебя знают в тусовке и которые смеются над тобой. Аймар, это ужасно. Я вчера был в шоке. Я был вчера в шоке. Интересная информация для размышления. Согласитесь, я был лично в шоке от печальных реалий господина кальмара. Интересно послушать, что вам есть сказать по этому поводу. Все комментарии открыты. А если вы опять же есть тусовочка, пишите в директ моего инстаграма. Вы останетесь анонимными. Мы с огромным удовольствием здесь передо... Выведем всех. Выведем всех на чистую воду. Дорогие мои сплетики, ставьте лайки. Подписывайтесь. Это абсолютно бесплатно. Но вы действительно поможете нашему комьюнити. Вы действительно поможете каналу. Вы действительно поблагодарите блогера. Я повторюсь, это вам ничего не стоит. Но это неимоверная поддержка комьюнити. Вступайте в ряды сплетников. Сплетник на этом канале звучит гордо. У нас здесь интересно. У нас здесь жарища. На каждодневной основе. Пока я отдыхаю в Израиле, слышу, какая-то вонь раздается. Значит, Оля Бузова оторвалась. Клава Кока сняла ее отдыхающей. Кто-то там решил паралистов дать. Ребят, вы чего хи***ли? Отпуск для этого и существует. Вот я с моим другом Мишей только что вышли от... Правильно говорить, Мари. Да? Мари Майслер. Мари Майслер. Я ее называла Мерик Майслер. Мы выпили бутылку вина. Хочу вам сказать, мы после Мари вышли, купили еще две бутылки красного. И собираемся, да, с Мишкой бухать, потому что в старой Яфе, кроме нас двоих, ни Наполеона, абсолютно синего, никого нет. Поэтому у меня челлендж. Бухаю в поддержку Оленьки Бузовой. Вот только что мы обсуждали не так давно. Но вот в этом видео, по этой ссылочке, кто пропустил, можете пройти и посмотреть, как все накинулись на Клаву Коку, которая выставила Ольгу Бузову, ползущую по Крушавелю, в абсолютно неменяемом состоянии. Да, и Дима Билан про это же комментировал. Да, судил он Клаву Коку. Вроде с такой подругой врагов не нужно, да? И вылезли сразу вот Лолита Милявская. Вот, пожалуйста, выкладывает вот такой вот сториз. Отдыхаем от души. Оля, мы с тобой не забываем. Певица Слава. Вы помните вот этот вот видосик, да? Где пьяную Славу просто выносят на руках, потому что человек напивается на фуршетах до такого состояния, что она на ногах стоять не может, да? И вот ты смотришь, Лолита, Слава, да? Лолита утверждает, что она слезла, выплыла с одной бутылки. А Лолит, ты выплыла с одной бутылки-то? Или что с тобой происходит? На чем ты сейчас сидишь, дорогая? Неужели у тебя сейчас ЗОЖ? Неужели у тебя сейчас трезвый образ жизни? Ребят, она говорит у нее трезвый образ жизни, да? Вот мне интересно про Лолиту. Неужели ни капли в рот, ничего в нос? Неужели все вот настолько так? Нет, если это правда, если она действительно сейчас сухая и трезвая, мои аплодисменты, потому что я знаю, как сложно алкоголику избавиться от этих зависимостей. Ну серьезно, ребят, вы с такими просто убитыми в хлам репутациями, когда дело касается зависимости, вы сейчас выскакиваете вот наверх и начинаете говорить, оставьте Олю в покое, мы с тобой, Оля. Слав, ты вообще хоть раз, хоть день, ты вообще бываешь сухая? Вот хоть полдня? Или начинаем с мимоз, заканчиваем уже вот просто из горла, пока тебя, блин, дяди на руках не выносят? Здорово, конечно, да? Такая, знаете, цеховая поддержка. А потом ты смотришь, от кого эта поддержка, и думаешь, господи, ребят, вот если бы мне Слава сказала, Антоша, я с тобой, между стаканами, да? Вы понимаете, это удар по репутации, такая вот поддержка. Вот поддержали, да? Упаси Божа, упаси Боженька. Ну, Оля, знаете, Оля пошла вниз. Я, знаете как, я без всякого издевки, я без всякого ерничества, да? Что Оля Бузова сейчас катится вниз. Ребят, Оля Бузова абсолютно ноль в плане таланта. Но надо отдать ей должное. Она способна пахать, как никто другой. И в наших реалиях, вот вообще шоу-бизнеса, в принципе, когда люди способны быть везде, одновременно в семи местах, этому нужно только хлопать. Но то, что Оля Бузова сейчас тяжело подсаживается на то, что нельзя подсаживаться, ребят, ну не надо, не надо. Ну, работоспособная девка, доверящая в себя по всем неправильным причинам. Ну, не нужно ее подбадривать. Давай, Оля, открывай очередной коньяк, да? Ух, такие друзья, такие соратники. Ребят, вы смешны. Шо Лола, шо Слава, да? Из горла. Блин, блища! Знаете, когда вы видите, блин, бабу на улице из горла пьющую, такую, знаете, немножко брезгливость, ну потому что алкашня. А здесь Слав вроде можно, потому что вроде как звезда, да? Ой, вы знаете, я видел недавно, сейчас смотрю, мулинарное шоу с этим, забыл его фамилию. И она пришла, значит, со своей дочей заказывать торт. Манеры у дамы, это, конечно, ребятушки просто, я был в шоке, да? Знаете, вот этот вот прокуренный алкоголичный смех после каждого предложения, вот после каждого, да? Это просто какое-то, я не знаю, дно. Манеры у дамы, они отсутствуют. И повторюсь, бывает ли она сухая, я не знаю. Слава, помощь тебе нужна. Немножко о печени о своей подумай, да? Анализы сдай. Может быть, я не знаю, когда доктор скажет, вот столько у вас там испорчено вашей печени алкоголи, может, тогда задумаешься. Или что себе, сто лет жизни намерила? Детка, ну не таким же путем. Интересно послушать, что вы думаете, и может быть, кто что знает. Давайте пообщаемся в комментариях. Документальный фильм выйдет сейчас на CNN и HBO Max. Это документальный фильм про Алексея Навального. В описании к документалке сказано, цитата, «В августе 2020 года самолет, следовавший из Сибири в Москву, совершил аварийную посадку. Один из двух пассажиров, лидер российской оппозиции Алексей Навальный, был практически в летальном состоянии. Его достали в местную сибирскую больницу и эвакуировали в Берлин, где правительство Германии, в конце концов, установило, что он был отравлен новичком. Снималось там все, как вот это все проходило лечение, все в деталях это будет рассказано, о том, как он звонил тем, кто его заказал. То есть вся вот эта вот тема будет рассказана в этом документальном кино. В России HBO Max представлен А-Медиатекой, да? И вот мне интересно, выставят ли они эту документалку у себя на канале и не побоятся ли. Хотя, знаете, в России здесь можно сколько угодно драть тельняшку на груди, сколько угодно говорить «я вот, знаете как, за правое дело». Но ты должен понимать также, что в России против ветра ты не плюнешь. Это уже было доказано. И что никто намерен. Здесь, знаете, в России нельзя брать людей на слабо. В России нельзя людей брать на испуг, да? Типа, я сейчас объясню. То есть, а вот давай ты сделай, вот, ну, типа, что слабо, да? Я не знаю, фильм про Навального выставить. Или высказать что-то на эту тему. Потому что здесь ты понимаешь, здесь нельзя людей загонять в углы, потому что страна это полицейское государство, и там диктатура, которая не даст тебе открыть рот. Но вот, тем не менее, вот такая вот спорная тема. И вы знаете, что меня просто вчера шокировало? Нашел вот эту вот информацию. Я даже немножко не поверил. Значит, команда Навального завела Патреон. И вот здесь, пожалуйста, уровень поддержки за 22 доллара 63 цента. Можно просто поддержать. Спасибо от всей команды Навального. Окей. Спонсор борьбы с коррупцией за 230 долларов в месяц. Видеоконференция с Леонидом Волковым или Иваном Ждановым. Вы получите доступ к регулярным закрытым трансляциям, на котором можете задавать вопросы и узнать, на что тратятся ваши деньги. Вы должны заплатить деньги команде Навального, чтобы узнать, куда тратятся эти самые деньги. И благодарность, конечно, команды. И вот, пожалуйста, страшный сон Владимира Путина, дорогие мои. 2320 долларов в месяц. Персональный обед с Леонидом Волковым и Иваном Ждановым. Один из руководителей нашей команды. Цитата. Кто именно выбираете вы. Проведет с вами личный деловой обед. И ответит на вопросы о нашей работе. Кроме того, вы получите доступ к этим трансляциям и всего подобного. Знаете, выложил я это в свой телеграм-канал. Кстати, обязательно подписывайтесь на наш телеграм. Ссылочка будет в закрепленных комментариях. Отдельный вид сплетнического искусства. Почти 150 тысяч подписчиков. Пишут мои комментаторы там вот под этим самым постом. А нафига мне с ними обедать? Чтобы был случай спросить, почему все профукали и Навального типа предали? Подайте Христа ради червончик золотой. Фу. Ну, если побираются уже по миру, то точно варь его сейчас на мели. Корыто не допустили, а спонсорами сейчас самим денежка нужна. Вы знаете, ребят, я не верю в то, что команда Навального на данный момент вообще что-то может изменить. После того, как самого Навального посадили. А его структуру полностью уничтожили. Здесь невозможно даже себе представить, что кто-то из команды Навального вообще играет хоть какую-то роль в российской оппозиции. Российская оппозиция на данный момент полностью уничтожена. Зачем сейчас кормить ребят из команды Навального, я не знаю. Давайте также называть вещи своими именами. Я не думаю, что ребята из команды Навального голодают. Деньги, которые они получают в Запад. Ребят, я против Кремля, ради бога. Сейчас не говорите, мне как Кремль мне занес. Я также называю вещи своими именами. Как бы больно вам здесь не казалось эта информация, но это факт. Живут они на деньги Запада. Я сам живу в Европе, и я против Кремля, я против диктатура. Но надо называть вещи своими именами. Живут они на деньги Америки и Европы? Ведь правильно, да? 2300 за обед? Вы что, серьезно? Для меня смешно смотреть, когда вот профукали все. Все, что можно было, они испортили. И сейчас дайте 2300 или спасибо за 22 доллара. А воздушный поцелуй, может за 50 будете продавать? Для меня это смешно. Я не вижу причины поддерживать на данный момент команду Навального. Потому что, во-первых, ребята, что на жизнь в Европе не хватает? Все же сейчас в Европе живут. Неужели вам сейчас денег не перепадает из этих всех фондов? Ну вопрос-то легитимный. Я здесь стараюсь быть абсолютно объективным для ситуации. Как фемина с закрытыми глазами. Если есть такой факт, что им дают деньги из Европы, зачем еще деньги просить у бедных россиян? Это, знаете, немножко из серии, как Марина Хлебникова, давайте скинемся ей на ремонт квартиры. Просят звезды миллионеры, которые друзья этой Марины Хлебниковой. Просят, блин, Андрюша Малахов. Помните? Вот в этом видео, по этой ссылочке вы можете пройти и посмотреть. Малахов сидит, блин, на троне, который стоит как полквартиры Хлебниковой. Ну трон продай, дай денег, блин, Хлебниковой. Просят, блин, двухэтажная квартира Хлебниковой выгорела спальня. Ребят, давайте соберем деньги. Здесь то же самое. Разрушена структура, сидят на деньги Запада. Давайте с россиян собирать на Патреон. Тьфу, блин, дно. Все, что хотел сказать, я сказал. Ольга, выплывай давай. Смотрите, какое дно. Пожалуйста, вам, да, вторая. Сначала вот была у Самойловой. Мэй Маск, мать Илона Маска в ее курсе, да. Ну там курс какой? Представили, что Мэй Маск будет экспертом на курсе Оксаны Самойлова. На самом деле была видеосвязь, где просто Мэй Маск ответила на какие-то вопросы. То есть обвели вокруг пальцев. И вот, пожалуйста, сейчас сообщают, что Леночка Блиновская в ближайшее время запустит некий проект с Мэй Маск. Мне интересный момент про Мэй Маск. Она вообще понимает, с кем она имеет дело? Оксана Самойлова. Сейчас, пожалуйста, Лена Блиновская. Или вообще деньги не пахнут? Там, конечно же, платят. Но она мать миллиардера. Там один из богатейших людей на планете, если не самый сейчас богатый. Илон Маск. Ну неужели ей нужно связываться с вот этим вот отребием из России? Самойлова теперь Блиновская, с которой не то, что за руку, на одном поле не сесть. Вы понимаете? Вот настолько стыд. Человек с убитой полностью репутацией. Мэй Маск, да? И вот говорила сейчас Блиновская, что она не будет нигде больше появляться на этих курсах. Меня забили директ. Добрый день, меня зовут Алина, я помощник Елены Блиновской, автора и ведущего самого популярного марафона желаний. Меня забили этой информацией директы везде. Это такая идет массовая рассылка от Елены Блиновской. Ближайший поток марафона желаний стартует 2 декабря. Я предлагаю вам пройти его бесплатно на бартерной основе. Если проходили этот марафон, могу предложить вам другие марафоны Елены. Условия бартера очень простые. Скажите, вам интересно мое мнение или предложение? И вы понимаете, и они забили директы всем блогерам. Массовая рассылка на бартерной основе. Вы проходите курс желаний Елены Блиновской. Ведь Блиновская же сначала говорила, всегда говорила. Если вы мне не платите деньги, ваше желание не сбудется. А по бартеру как сбывается желание? Я озвучиваю, я не верю вообще, что я вообще озвучиваю здесь. Мэй Маск сейчас замажется в этом вот Блиновской теме. Эх, сидишь и думаешь, куда ребят вас несет? Мэй Маск остановись, боженька мой. Ну и пожалуйста, по пабликам понеслась про дочь Мизулины. Помните, дочь Мизулины, да? Слуги народа. Люди, которые блюдут все человеческое и правильное в российских людях. Люди, которые смотрят за моральным обликом, да? Люди, которые живут на ваши налоги. Прибыльное дело быть патриотом. Вот только представьте себе, да? Ерундуя занимается в поте лица, а вон сколько заработала. Пожалуйста, картье, гвоздик, это да, за миллион рублей, включая НДС. А вот, пожалуйста, вам фоточка, тоже картье, ну любит она картье, ну фанатка она картье. Миллион восемьсот. Кольцо с пантерой и бриллиантами, и изумрудами, и ониксом. Миллион восемьсот стоит колечко. Одно из колечек, да? Пожалуйста, вообще дешевка, конечно. Конечно, туфельки от Жан Ви Тороси за пятьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят рублей. Ребят, вы понимаете, ты смотришь на... Блин, ну неужели вот как королевская семья? Неужели нельзя в народ выйти, я не знаю, в платье от Зара? И с бижутерии от H&M? Ну ты же ближе к народу будешь. Неужели вот ваши пиарщики вас там ничего не учат? Или вообще плевать на всех, да? Уже живем в своем мире, когда, блин, море по колено. И плевать, что эти кривозубые крестьяне про меня подумают, да? Кольца эти, блин, браслеты. Видите, кольцо с браслетом почти три миллиона. Вам легко дадут три миллиона в ипотеку? Вот вам лично, сейчас, мне интересно. Или для вас это невозможно, потому что вы недостаточно платежеспособны в глазах банка? Вот мне интересный вопрос. А вот у дочи Мизулины только две побрякушки стоят, как то, что вам в банке не дадут. Представляете, а сколько тогда в банке у дочи Мизулины? Я в шоке. Помните, вот в этом самом виде, в этой ссылочке мы говорили, как сына Мизулины, да? Которую бледут с ее дочерью. Моральный облик россиян, а у самой сына замужем за мужчиной в Канаде. Кто пропустил, не пропустите. Ссылочка будет также в описании к этому ролику. Лицемерие страшнейшее. Интересно, послушайте, ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Дорогие мои сплетники, все вы знаете, на этом канале мы всегда поддерживаем приюты для бездомных животных. Я знаю, в каждом городе, в каждом населенном пункте есть свой приют, который очень сильно нуждается. Прогуглите, узнайте и обязательно помогите. Помогите копеечка, ребят, 100-200 рублей. Пожалуйста, сделайте это. Сделайте доброе дело, особенно сейчас, в условиях зимы, когда ваша помощь, вот цены ей нету. Спасибо, дорогие мои сплетники, что доказываете всему миру, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Спасибо огромное абсолютно всем за подписки, за пальцы вверх, за комментарии. Огромное спасибо всем спонсорам канала, дорогие мои спонсоры. С вашей помощью уже действительно становится легче. Ребят, честно, пожалуйста, не скупитесь на лайки, не скупитесь на подписки. Мы работаем каждый день, чтобы вам было что посмотреть, когда вы пьете вашу утреннюю кофе или вечернюю бокалу вина. Спасибо всем за внимание, увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok